Встреча с отцом Феодосием Шоу под названием «Пусть говорят» Андрея Малахова, известное во всей стране шоу, в котором собираются различные истеричные вопросы для того, чтобы загрузить наше население России всякой дрянью. Это мое мнение. Нормальный человек эту передачу обходит стороной, только исключительно в таких случаях, когда происходит нечто интересное. Вот это интересное произошло. В связи с недавним инцидентом, произошедшим на Новосибирских улицах с отцом Феодосием и с местным бизнесменом, вызвали на центральное телевидение. И Андрей Малахов устроил там наезд отца Феодосием. Причину этого наезда и как он шел, мы попробуем. Не то что разобраться, разобраться в этих вещах сложно. Выслушаем точку зрения батюшки, потому что в других местах его просто вырезают, как я и говорил вам, заткнут, не дадут слова сказать. Ну и в конце концов сделают так, что человек просто не объяснится. Пожалуйста. Спасибо, Евгений. Вы знаете, дело в том, что я представляю себе нашу аудиторию, как людей думающих, и людей грамотных, и ищущих людей. Поэтому первое, самое главное, что нужно сказать, конечно, они себе представляют, что такое Первый канал, что такое центральное телевидение. И что такое вот эти шоу. Это большая аудитория, в которую ходят постоянные 150-200 человек. Им за каждую передачу платят там 300-400 рублей. Они изображают массовку, толпу. Простым людям туда, конечно, никоим образом не пройти. Там несколько ступеней охраны. Там сначала проходишь первое кольцо на улице, потом второе внутри, там как в аэропорту. Потому что, видимо, боятся террористических актов и прочих всяких таких событий. Провокации боятся. Провокации. Поэтому там постоянная массовка есть. Она ходит сначала от Урганта, потом от Урганта идет к Малахову, потом по кругу. И вот они там, чтобы они и те же лица постоянно не были, они там меняются, ходят по кругу. Там висит такое табло. На этом табло указывается цветами. Если горит, допустим, красный цвет, все кричат. У-у-у-у, если горит зеленый цвет, я говорю, да-да-да. А если желтый, то хлопают в ладоши просто. Когда вошли, понятно, что красный цвет. А я увидел это все, посмотрел. И я понял, что если мне не будут давать говорить, то они просто к концу передачи вынесут мне смертный приговор. Не виноваты вообще ни за что там. Они пытались это сделать. Они даже не пытались, они считают, что они это сделали. Ну, они зря так считают, потому что на самом деле получилось так, что провел шоу я, а не они. Аргументированно, я думаю, что те аргументы, которые я высказал, они, во-первых, ни одного ответа мне не дали на вопрос. Им бы просто хотелось, ну, как бы неким таким образом заклеймить меня для того, чтобы достигнуть своих определенных целей. Но я понял это дело, и поэтому я подошел к этому. Малахов всю передачу мне пытался заткнуть рот. Вот там вырезано, конечно, это все. Но он постоянно говорит, сядьте, перестаньте, там, чуть не ляжьте на диванчик, полежите. И потом он мне говорит, вы сильно хотите, чтобы мы вас вывели из студии, но мы вас не выведем из студии. В общем, у него сценарий в руках, у Малахова сценарий. Там написано, что как должно произойти и какой должен быть результат. Но в результате ничего не получилось у них, потому что на самом деле, вы представьте себе только одно, выдержать атаку 150 человек, из которых три государственных депутата Государственной Думы, их помощники, потом различные эксперты, которые не ответили практически ни на один мой вопрос и не произнесли мне ни одного обвинения. Только в том, что вот я, мол, не в той рясе хожу, в которой должен ходить. Я им задал хороший вопрос, я спросил их о протопопа Авакума за то, что он двумя пальцами крестился в рясе, вы сожгли их с крестом или сняли предварительно с него рясу и крест. В чем, обратившись, я им сказал, в чем вы видите мое преступление, в чем? Что я такое сделал вам, что вы так хотите моей смерти тут спалить меня, сжечь и поджарить? Ну, ни одного разумительного ответа, конечно, я не получил. И, знаете, прибежище всегда, когда у людей нет аргументов, они начинают кричать, да что же вы, он пьян-то, вы видите его из студии, или там, например, он сумасшедший, он психически ненормальный человек. Или мы сдадим его в милицию. Да, или сдадим его в милицию. За что? За то, что я... Что они, в принципе, и сделают. Да, да, да. За что говорю? За то, что я вам отвечаю на ваши вопросы, стараюсь это делать аргументированно, толково и обдуманно. Ну, в общем, вы знаете, я, конечно, это не претендую ни на что, потому что скажут, вот, опять скажут, сошел с ума и с Богом себя сравнивает. Но я вам приведу судебное разбирательство вокруг Христа. Отправили к Ироду. Ирод объявил сумасшедшим, одел белую одежду на него и отправил к Иаафе. И Каиафа разорвал на себе одежду, объявил его богохульником. И потом отправили к Пилату на то, чтобы распял. Ну, сейчас первое, это, как бы, понтия Пилатов нету, поэтому мы что сделали? Когда закончилось шоу... У вас полетят сейчас кучи стрел за то, что вы сравниваете типа себя с Христом. Ну, я же это и сказал предварительно, что я не сравниваю себя с Христом, а просто суть происходящих событий. Я вообще лично считаю, что Бог приходит только в человеке. Вот в людях, в ближних наших, приходит к нам Христос. И я понимаю теперь, вот знаете, после стольких лет учебы и всего, я понимаю вот саму суть и динамику происходивших вокруг Христа событий. Никого не волновала истина и правда. Нужно было просто убить человека. И это и сейчас точно так же. Тать в грязь. И сейчас то же самое. Абсолютно такая же схема действует вот и в умах и сейчас. Ну, и более того, когда передача закончилась, то это депутаты от ЛДПР и КПРФ, которые мне все, это царским законодательством у меня депутат КПРФ, попрекал меня все царскими законами. Тот, который должен сидеть в каторге с Лениным вместе, там, и с Дзержинским в одной ее тюрьме, они меня попрекали этими самыми законами Российской империи, что я, мол, там законы какие-то нарушаю. Я ему объяснил, что я имею право верить так, как я считаю нужным, как я хочу. И не забывайте ту же самую суть, что Христа распяли с таким же принципом. Мы говорили, мы Моисеевы ученики, а вы непонятно кто. И мы, как законники, как исполняем 10 заповедей и чтим Моисея, мы вас за это казним, за то, что вы верите не так, а верите совершенно по-другому. В то время это было непонятно. Верите ли вы не так, или как-то по-другому? Да нет, я просто, вера моя такая же, вера моя православная. Просто то, что я считаю себя священником, а там, какие-то чиновники церковные не считают меня священником, вот в этом-то и вся разница. Больше никакой разницы нет. Можно я вставлю здесь? Я всегда привожу пример, да, привожу пример всегда. Златоуста два раза лишали сада, приговорили к смерти, а после канонизировали. Так вот и меня тоже. Я считаю своей задачей, что нужно бороться за свободу духовенства, за права духовенства. Священник сейчас самый бесправный раб. Вот именно священник. И все, что я говорю, и зачем я поехал на это шоу, и все просто не для того, чтобы пропиариться, а для того, чтобы показать, что священник не раб, и нельзя священниками торговать и держать их в таком вот жутком положении, в котором они сейчас есть, священники. А священство в очень жутком положении находится. И чем дальше, оно тем больше, больше попадает вот в это крепостное право. Поэтому вот это вся моя разница в том, что я верю в то, что священник не раб, а друг Божий. Христос сам говорит, «Отмы не называю вас не рабами своими, но друзьями, потому что раб не знает, что делает господин его, а я вам открыл все, что творил я и отец мой от века». Поэтому вот это важная задача, что духовенство и священник должен быть не крепостным, а должен быть свободным человеком и свободно служить Богу. Небольшая реплика, батюшка, можно вы сейчас маленечко прерветесь, а я прокомментирую, потому что это важно, в связи с тем, потому что я же слежу, какие на вас льются со всяких сторон, в том числе и от новосибирских, так сказать, активистов, какие деятели активистов, какие льются обвинения и тычки. Значит, ну, маленькое уточнение, которое очень было показательно показано вот даже на этой передаче Малаховской. Если кто-то пересмотрит или обратит внимание, там присутствовала матушка. Настоящая монахиня, настоящая монахиня, это было видно по ней сразу, когда вы вошли, она была настроена против вас. Но как только прозвучали первые стрелы, полетевшие со всех сторон, она не могла это не почуять, потому что ее, конечно, духовный настрой совершенно иной, чем духовный настрой, присутствующий там, как вы их назвали, зрителей, или кто там? Массовка. Массовка, да. Она была единственной вменяемой человек среди этого вот собравшегося вокруг вас кодла, вокруг там, на трибуне. И было видно просто по ее глазам, насколько она сопереживает. Это просто по ее глазам было видно. Она просто читалась в ее глазах сопереживания, именно вам. И она сказала такую интересную фразу, которую вот я бы хотел привести в пример некоторым, даже местным активистам, которые говорят, что вы тоже ряженый, что вы не священник, что вы и так далее, и там заблудший. Ну, она сказала очень хорошую фразу, которую удивительно, но не вырезали. Там вырезали, наверное, очень много. Очень много. А вот эту фразу не вырезали, за что Малахова я лично благодарен. Она сказала, это среди общего гвалта, но это было слышно, что «монашество лишить нельзя, а монах – это, извините, священник». То есть говорить, что батюшка не священник, может только человек или неадекватный, или совершенно неразумный. Значит, вы продолжаете оставаться священником. Вас в руках положили. То есть вы имеете право освящать людей. Конечно, конечно. Крестить. Вы не забывайте то, что даже вы можете крестить. Вы можете, вы как христианин, вы можете крестить в случае опасности, или чего, крестить человека. И это будет законно. Это будет законно, если не оказалось... А бабушки, помните, в советские времена только рождался ребёночек, погружали. Их что, всех бабушек этих объявить растригами и проклясть? Ну да. Они же брали на себя священнические функции. Я так говорю. Это относится к тем неразумным людям, которые обвиняют вас там ненастоящим священником, или как вывесил Малахов, вот это вот, как он там вывесил? Ряженный. Ряженный, вот, вот, вот. Вы закончили самую высшую духовную семинарию, которые заканчивают самые высшие церковные чины, для того, чтобы идти в самые высшие церковные чины. Ну, я так думал, да, в своё время. В своё время. Ну, было такое в молодости. То есть у вас самое высокое духовное образование. Абсолютно. Высшее. Несколько построенных храмов, монастырь, среди них, вот, известный. Да, в семинарии. Как монастырь, наверное, в нашем городе? Святых новомучеников. Святых новомучеников, известный. На пересечении... Ватутина. Ватутина. Ватутина и Невроча-Данченко. Невроча-Данченко 120 дробь 1. Да. То есть, если вот неразумные некоторые люди обвиняют вас в том, что вы ряженный и не настоящий священник, я их готов послать, извините меня, далеко и подальше. Значит, вы нормальный священник, просто порвавший с этой, с РПЦ... Бюрократической системы. Бюрократической системы. Это не значит, что вы не общаетесь со священниками, которые там находятся. Я служу даже. Даже если кто-то приглашает вас, потому что понимает, что вы нормальный настоящий священник, вы проводите службы. Да, вы проводили даже службы в армянском храме. Это я знаю этих людей. Но у вас своё точка зрения. Она построена на философии и мировоззрении историческом. Вы её объясняли в одной из наших передач. Почему вы считаете армян такими же абсолютно христианами? Да, да, кстати, посмотрите эту передачу. Она из наших первых два года назад. Да, да, потому что армяне, они отнюдь не являются... Кому интересно посмотрят. Они православные тоже армяне. Я не знаю, как к этому отнестись, согласиться не согласиться. Но оно есть. Вы это объясняли. Вы как богослов имеете право на свою точку зрения. И тут с вами можно только спорить со стороны точки зрения богословия и знания проблемы. Я такого не обладаю, спорить не буду. Там нечего спорить, они просто... Я два слова скажу. Дело в том, что армяне взяли себе... Ну, практически всё, я замолчу. Да, армяне взяли, знаете, принцип двух природ во Христе, они взяли Кирилла Александрийского. Полное его исповедание. А он считается православным. А то, что они не попали на 4-й Вселенский собор, это политические дрязги. Потому что, да, Шах, Хасрой там вырезал армяна, и они не могли... Вообще, знаете, как вот у Иоанна Дамаскина. Они не могли попасть, и их не включили. Да, да, там такое было, даже если ты письмо написал, руку отрубили за то, что считали шпионом. Вот, поэтому здесь такое дело, что армяне, исповедание у армян православное, они также природой во Христе признают, как и мы. Но многие закричат, они крестятся левой рукой. Ой, это не имеет вообще... Вы знаете, окопты крестятся одним пальцем. А то, что история христианства и история православия знают крестное знамение разных форм, об этом свидетельствует наш старобрядческий раскол. Потому что старобрядцы не сами придумали, чтобы креститься двумя перстами. А это пришло к ним из Греции в тот период, когда упадки находились в Византийской империи. И это было двоеперстие, было вполне нормальным. Тем более, на иконах многих, вы сами можете посмотреть, многие из святых на древних иконах осеняют себя крестным знамением вот таким образом. Ну, а что там непонятного? Все наши древние князья, и Сергей Радышевский, и Александр Невский, и Дмитрий Тонской, и все они освещаются на двух перстей. Я вам более того скажу, извините, перебью еще раз. Историки сегодня спокойно и убедительно доказывают, на основании древних византийских источников, и то, что осталось... А в Византии было и двоеперстие, и троеперстие, и то, и другое. Не то даже, а то, что князь святой наш Владимир Равноапостольный принял христианство, не в виде вот этого византийского, как сейчас классического правоства, а в виде орианства. А, даже орианского еще. Орианство. Да, я, кстати, тоже это слышал. Вы слышали, я историков читал очень серьезно, да, они говорят, вот есть такие источники. И только при Ярославе Мудром византийские патриархи привезли своих митрополитов, построили Софийский собор во имя Софии там, и привели к греческой ортодоксии. Совершенно верно. Еще, знаете, меня любят очень вот, от то, что я в священном начале отстраняюсь и ушел, меня любят за это очень хаять. Но ведь всем известна большая, великая русская схизма, когда после падения Константинополя наша иерархия благополучного константинопольского своего патриарха послала далеко в пень, и сто лет мы находились в расколе с православной греческой церковью, от которой были митрополии. В это время прозвучало от старца Филофея, Москва Третья. Да, 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 да. Поэтому суть такова, что это нам в нашей истории известно, и линчевать меня там, как протопопа Вакума, или как того же старца Филофея, который говорил о Москве, как о мировой державе, уже тогда осознавая это, это, по-моему, только придирки. Ну, а я говорю, что это просто невежда. Говорят, что вы не священник, ряженный и безграмостность. Тем более, что очень смешно бы было для того, чтобы стать аферистом, да, закончить сначала Московскую духовную семинар, потом Духовную академию, потом прослужить еще 15 лет, а потом решить... Построить граммы. Это гораздо проще, можно просто стать аферистом сразу, без заканчивания каких-то... Торговать с ювелирными изделиями. Да, вот именно поэтому это чисто придирочная такая вещь, ну, чтобы что-то против меня, гадость какую-то сказать. Кстати, я вот уже говорил много раз, еще раз повторюсь, я считаю, самой большой бедой, вот, нынешней церковной всей иерархии, это две вещи. Лжесвидетельство постоянное, которое, вот, это выдается, знаете, как, выдается желаемое за действительное. То есть, правда, она не важна, а вот нужно то, что вот нужно, выгодно, что в данный момент. И второй момент, это клевета, то есть, лжесвидетельство, а клевета, это, вот, по принципу, собака лает, караван идет, то есть, вот, что-то говорить, 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 совершенно не подтвержденное никакими фактами, ничем. И поливая просто грязью человека, лишь бы, вот, его каким-то образом, ну, очернить, не придавая, не ища правды, не придавая смысла даже этим словам, просто, вот, как, вот, знаете, ну, как ради спортивного интереса, ради спортивного интереса. Давайте вернемся. Да, вернемся, матушка, матушка, великолепный человек, матушка подошла ко мне после эфира, обняла меня, сказала, батюшка, простите нас, вот, это, вас тут все, они пытались вас заклевать. Я тоже построил много монастырей, я знаю, что это такое, и тоже гнали меня, говорит, какой-то монастырь построил, я, говорит, вдруг поняла, что я стала не нужна совершенно. Вот, мы с ней очень хорошо поговорили, она мне, знаете, мы с ней разговорились, попросили друг у друга прощения, обнялись, она мне сказала, говорит, вы, батюшка, старайтесь делать добрые дела, и, знаете, Господь никогда вас не оставит, вот, делайте только добрые. И все, она совершенно, вот, я говорю, матушка, вы прямо моими словами сказали, как я думаю, моими мыслями спаси, мы благодарили друг друга. Потом еще подошло несколько людей, которые попросили прощения, подошла писательница там одна, которая возмущенно сначала кричала, а потом обняла меня, поцеловала, мы так тоже с ней по-дружески очень поговорили. И многие подошли, многие подошли. Вел себя, конечно, хуже всех Малахов сам, но у него, понятно, у него в руках был сценарий, который я ему весь сценарий переломал. Потому что там вот ребята мои, которые со мной приезжали, брат, там все, они говорят, вы поначалу все спали, но когда вы встали и стали ходить по студии, они все проснулись, забегали, начали кричать, что включать, не знали, что кричать, то ли за, то ли против, то ли ура, то ли нет. В общем, я всю студию расшевелил таким образом, я понял, что если я позволю Малахову и дальше вести передачу, то я выйду Гитлером оттуда. Из-за того, что я дал какому-то мужику в ухо за брата, меня объявят Гитлером, и там прямо, ну, это самое, депутаты начали угрожать мне, что они меня убьют, что они сорвут с меня там одежды. Когда аргументы закончились, они стали мне говорить, что меня надо убить, я им предложил похоронить меня возле башни, или Останкинской башни, не похоронить. Потом начали орать, что я сумасшедший, и что мне нужно отправить в психиатрическую больницу и прочее, все остальное. То есть, когда я им стал задавать действительно такие вот важные церковные вопросы, ну, на этом все аргументы у них сразу закончились. Это вырезали. Да, это, кстати, все повырезали. Потом еще очень сильно, очень злобно повел себя вот этот, который там сидел, протестантский священник. Это вообще не показали. Его-то все вырезали, да, но он орал там громче всех, и, кстати, он потом после все такой, знаете, вот взял на себя роль иуды, и после всего этого выступления подбивал депутатов вызвать милицию. Не за что милицию, за что просто вызвать милицию. К какому течению протестантского? А вот неизвестно, он мне все спрашивал, кто ваш патриарх, я ему говорю, я вам сразу отвечу, когда вы мне скажете, кто ваш патриарх. И он выпучил вот так глаза, и, ну, я бы хотел сказать, что это вам можно без патриарха, а мне нельзя. И он не сказал ничего, но потом он вышел там на ступени этого Останкина и подбивал, подзуживал депутатов, что вызвали милицию. Ну, и милиция приехала, сказали, нам сообщили о возможном правонарушении. Меня привезли, да. А уже прозвучало в некоторых статьях, что у вас потом, что вы там нахулиганили где-то, чего-то нахулиганили. Ничего этого не было, да, ничего не было. За хулиганство присылали. Ничего не было, они подошли ко мне, спросили меня там, все ли там нормально, я сказал, все хорошо. Они говорят, может, вы проедете в Останкино, я говорю, пожалуйста. Мы сели в их машину, проехали в ОВД Останкино, они мне задали пару вопросов, посмотрели мой паспорт и меня благополучно. Мы поразговаривали с ними по 4-му Вселенскому собору, о 4-м Вселенском соборе, и меня благополучно и торжественно отпустили. Депутаты стояли с барсетками и записывали меня на телефоны. Я обратился, говорю, товарищ подполковник, а можно этих ребят отсюда, депутатов Госдумы попросить из помещения? Пусть они там в коридорчике постоят, потому что они с недовольными лицами покинули помещение и ворчали в коридоре на лестнице. Потом они куда-то делись, я даже не знаю. Но это самое, видимо, эта шумиха началась там, да, все. Какое хулиганство, о чем речь? Ни о каком хулиганстве, ни о каком даже протоколе. Ну что, ну в местном канале НГС уже написали, что вас привлекли там за... Не, ну они там и написали, что я его крестом бил. Я им сказал, вы лучше напишите, что я его бил вяленым слоном. Это было уже у нас, да. Да, а еще я одной девушке сказал, с таким же успехом можно написать, что я бил его гробом. Она говорит, каким, каким гробом? Я говорю, ну как, ну вожу с собой в багажнике гроб, когда вижу нехороших людей, бью их гробом. И туда же прям запахнул. Да, и потом, да, она сначала даже, она приняла это за серьезную монету. Потом я ей сказал, что это шутка, она только после этого уже поняла, что это действительно шутка. Ладно, еще там, какие у вас впечатления были, вот, вот, можно я сначала скажу свои впечатления, а потом вы продумали? Конечно, конечно. Вот смотрите, как была построена эта передача, очень грамотно, вот этим Малаховым. Когда вас не было... Там есть режиссер, который, вот Малахов, это так, ведущий, там... Ну да, ну не последнее лицо. Значит, сначала, когда вас не было, показали сразу вот эти вот кадры, где вы... Бью их, да. Кстати, вот я секундочку перебью вас, я уже смеялся над ними, там есть, можете посмотреть. Я говорю, да что же вы показываете? Они показали вот это раз, два, три, как я бью его по голове, наверное, 150 раз. Восемь раз, по-моему. Больше. По-моему, больше я на счету. Может, я сбился с учетами, да. Как специально, знаете, как будто больше ничего не было. Да, и вот это вот против вас истерия, да. А сначала тоже, по-моему, один или два раза показали, вызвали всеобщее возмущение, показали этого Вадима Мальцева, который вызвал у всех такую жалость, потому что был избит таким страшным монстром. Значит, он там жалобно всем, все на все это сказал. Ну, отдадим должное, он ничего нового не добавил, что говорил, то и говорил. Он защищал себя и ту ситуацию, в которую он попал. Это понять можно, ладно. Его проезжаем в сторону. И вот когда была создана эта обстановка, вы заходите и происходит общий такой гвалт. У-у-у-у-у! Вас встретили, как вот... А, включился сверху датчик. Это, да. И там написано, например, там у-у-у-у или там, например, красный свет загорает. Ну, мне повторили. Это у-у-у. Это было видно, да. Конечно. Ну, то есть, что я враг народа. Значит, и вот в течение всей передачи началась вот эта попытка вашего избиения. Конечно, конечно. Я там им, там есть кое-какие моменты вырезали, я расскажу вам. Во-первых, я вышел и сказал, говорю, я вижу, что вы собрались меня сжечь на костре. Я прямо чувствую вот здесь вот, что сейчас Малахов подойдет с зажигалочкой и подожгет. Они вырезали это все. Потом я им предложил, что? Говорю, вы видите, я большой и толстый, пожарьте меня и съешьте к Пасхе. И я, это самое, жертвоприношение, вы собрались тут жертву приносить? Давайте это самое. Потом я им дальше сказал, говорю, что вы делаете, вы хотите из меня сакральную российскую жертву принести? Вы меня представляете, как разрушителя российского государства. Я человек, и мне больно, и я патриот. А он мне говорит, вы матом там кричали, а я им привел, они тоже вырезали это. Я говорю, сегодня Владимира Владимировича, как раз тогда была прямая линия в этот четверг. И как раз передача, я говорю, Владимира Владимировича спросили, ругаетесь ли вы матом? Он сказал, что иногда бывает. Ну, министр иностранный делал, ругался матом, ругался, никто ничего не молитв, и по делу ругался, правильно ругался? Да, говорит, это у русских людей бывает, мы этот грех отмолим. И там фраза есть, мы это отмолим. Они вырезали, а кусочек вот этого мы отмолим осталось. Поэтому можете посмотреть. А потом я им сказал, почему вы меня пытаетесь судить здесь по каким-то древним государственным законам Российской империи, которых уже нет. Вы меня судите сейчас по нынешним законам. Они начали там что-то возмущаться. Я говорю, ну с таким же успехом вы можете меня судить и по шариату. Это вообще произвело. Когда я сказал по шариату, они все так сделали, выпучили депутат, который сидел, перед ним вот такого ставили размера глаза. Ну в общем это их очень напугало, слово шариат их жутко напугало. Да, я говорю, что по какому закону я не буду иметь права защитить собственного брата. Я бы себе никогда не простил, если бы не дай бог что-то с ним случилось. Но идет великий пост. То есть надо, чтобы его убили бы, а я стоял бы и призывал, чтобы он меня ударил по... Ну раз мы доказываем, что вы священник, идет великий пост, вы выскакиваете, лупите по репе со страшным лицом. Который показывает 8 или 10 раз, постоянно крутят и крутят этот ролик. Я вот, ну если кто-то хочет видеть, когда в рукопашной схватке у человека будет лицо очень благобразное и приветливое и так далее, я бы... Ну глубоко ошибается. Глубоко ошибается. Я бы отправил их к воспоминаниям ветеранов войны, например, когда ходили с рукопашной схваткой. Насколько это эстетически действует. На боксеров он пусть на риме посмотрит. А я чрезвычайным образом испугался за брата. Ну понятно, видно было в 18-м. Я просто испугался за брата, я увидел эту отвертку у него в руках, поэтому тут это все... Ну мы говорили в прошлый раз, кому интересно, посмотрите нашу прошлую передачу. Коротенько и ясно, батюшка рассказал, как это происходило. Ну а увязать это с моими анализами крови, с моим цветом глаз, с моими какими-то там убеждениями, это просто разводиловка такая. То есть вот это интересно было для того, чтобы завернуть вот эту шумиху всю, это инсценировать вот это шоу. Но я понял, что нужно брать бразды в свои руки. И я вел шоу до конца сам. Малахов кричал мне, садитесь там, не мешайте. Я говорю, как же я вам не буду мешать? Вы меня, подождите, вы меня жарите и еще просите, чтобы я ногой не махал, это самое, судорогами последними. Я говорю, что же вы хотите, чтобы я вообще не сопротивлялся вам здесь? Я не могу, я вам должен сопротивляться. Иначе, если я не буду, свяжите меня здесь и заткните мне кляпом рот. Потому что вы из ерунды делаете всероссийскую проблему. Кроме того, вы замалчиваете важные вещи, а суету, ерунду всякую выставляете на показ. Я ему, я же, там еще одну вещь я говорю, я говорю, что вот вы меня церковному суду там повергаете, что я такой-сякой церковному суду, там меня судили и прочее все остальное. А вот вы знаете, что вы все сидящие здесь в этом зале подвержены церковному суду. Вот кто из вас развелся и имеет вторую жену, там кто-то, я говорю, вам полагается там столько-то лет эпитемии, вы должны стоять и плакать на паперти. А вас, Малахову сказал, вас вообще даже по закону церковному похоронить на кладбище нельзя. Вот это вы лицедей и артист. Да, а есть канон, по которому не положено хоронить на кладбище, доложено за забором вместе с самоубийцами, за стенами кладбища похоронить. Я говорю, вы меня после этого чему-то судите, а меня можно как раз похоронить нормально по церковным законам, а вас нет, потому что вы будете, ну, подпадаете под какие-то церковные каноны, а другие дальше. Если вы там оставили своих детей или делали аборты, или не соблюдали какие-то там посты и постановления, все подвержены церковному суду. Моей еще мелочь будет. Можно других, а депутатов, наверное, там на них можно столько канонов церковных найти. Но, тем не менее, они вас призывали покаяться перед ними. Да, и они призывали покаяться перед ними. Там вот здравомыслящие... Что если перед ними покаетесь, тогда они вас поймут. Да, здравомыслящие никто не... Понимаете, когда человек рассуждает о том, о чем он знает, допустим, там хирург рассуждает о медицине, да, это понятно. А когда вот еще Иоанн Златоуст в свое время сказал, что вот выхожу, удивляюсь нашему народу, выйду на базар, смотрю, торговки рыбою подрались о тайне Пресвятой Троицы. Пройду дальше, а там мясники спорят о непорочном зачатии. А в конце базара вообще там булочники удивили меня дракою о вознесении Иисуса Христа. Вот, то есть люди, которые ничего не учили никогда ничего, но они все имеют религиозное мнение. То есть все имеют мнение по поводу того, кто как должен верить. Что же творилось на Вселенских соборах. Вот, вот, вот. Поэтому Карташов написал, что многие деяния соборов не слава церкви, а позор. Вот эти вот, когда, знаете, вот я, например, очень занялся последним временем, ну, мне это нравится тоже, я стал как-то задумываться по-другому. Вот есть такой, как бы, иересиарх Несторий. Это был патриарх Константинопольский. И он вошел в историю как один из больших крупных еретиков, которые учили против там божества Иисуса Христа. При рассмотрении настоящим дела, оказывается, все совершенно по-другому. Императору нужно было поставить своего племянника, патриархом. И для того, чтобы вот это все устроить, Нестория просто оклеветали. И причем сделали так, что он не смог явиться ни на одно судебное заседание. Историки пишут, что если бы Несторий явился хотя бы, ну, дали бы хоть один раз возможность высказаться, он бы с легкостью отмел бы от себя все обвинения. Ну, это то же самое, что все бы выступали, что у него две головы. А он бы появился, и все увидели, что голова-то на самом деле одна. Ну, и в результате Нестория выручила бы уйти из этой системы. Абсолютно. И было определенное свое течение историальности. Конечно, известны его литургии, которые написал Сирий. До сих пор христиане сирийские служат его. Совершенно нормальное христианство. Совершенно нормальное христианство. Да. И более того, да, и более... Выбавшие системы византийские. Из византийской империи, да. А потом дальше, вот они там, вы суждены, мне тоже орали. Ну, вот я просто про Несторию. Мы его зря проклинаем полторы тысячи лет. Несторий, хороший человек. И у него... Он основал несколько монастырей. Он был очень благочестивым и верным христианином. Ну, а то, что решили обгадить, ну, императоры много кого обгаживали. Императоры, да. Да, да. Ну, а другое, то, что вы должны понимать еще одну простую вещь. Вот любят говорить, вы там такой-то, сякой-то, вы не туда. Вы знаете, что мы тысячу лет с вами находимся под проклятием католической церкви. Все. И нас проклинали анафемы, все православные. А вы знаете, что все католики находились тысячу лет под проклятием, наоборот, византийской церкви. А вы знаете, что протестантов, папы, как проклинали и жгли на кострах. И все. И это все... Вот эта сумма проклятий, все-всех проклинали. Поэтому, если вы думаете, что я вот под проклятием там, то и вы все под ним находитесь. Если вы только крестились... Да, не будем. Это на ходе Пасхи наступает. А мы не будем пугать людей. Я хочу сделать вывод. Для Христа, Господа нашего, Который есть любовь, все это не имеет никакого значения. Ибо написано, в Ветхом Завете еще написано, они проклянут вас, а я благословлю. Поэтому не будем даже об этом думать и переживать, ибо благословение Божие всегда с нами пребывает. Тем более, знаете, Бог всегда с теми, кого гонят, кого ненавидят, кого презирают. Не с теми, кто во дворцах сидит, а вот именно со страдающими людьми. Бог любит... Он в тюрьмах, в темницах и в больницах. Да, в гонимах. Не в думе сидит и выясняет, кому повысить зарплату там на сколько. А именно в темницах и больницах, где страждущие и где нуждающиеся. Это, кстати, очень тонко чувствовали наши русские мыслители, в том числе и Достоевский. Вспомните, значит, кто у нас в конце преступления и наказания, каково он делает святой. Он делает девушку, которая стала, извините, опустилась в самое дно, Сонечку Мармеладову, и он делает ее святой. Ей поклоняются каторжники, они говорят, святая, они падают на колени и ловят ее одежды. Понимаете? Ну, эти вещи очень тонкие, они... Ну, так и есть. Вы знаете, это тоже для юмора, для смеха, чтобы опять не сказали, что сумасшедший. Я пошутить хочу сказать, что когда меня будут через лет 50 канонизировать, то скажут, что я был первым борцом за свободу духовенства. А я считаю, что это самое главное, священник должен быть самостоятельным, как в древней церкви было. Не зависеть от каждого ика или пука местного архиерея. Причем, знаете, архиереи же стареют, людям всем свойственно стареть. А мы помним с вами Брежнева, что представлял собой Брежнев там 70 лет. Поверьте, никакая благодать человека не удерживает от маразма. И старый человек стареет, у него появляются какие-то страхи, там, сахарные диабеты, какие-то болячки. К сожалению, старость это тяжелое время жизни, очень тяжелое. И вот человеку начинает казаться, что его хотят сместить, что вокруг враги, что вокруг еретики. Непонятно чего, он начинает действовать, действовать, страшные действия делать. Я, например, видел даже архиереев, которые от этого удовольствие получали. То есть, делая кому-нибудь торжествую гадость, наслаждались этим и улыбались. Мне даже один говорит, смотри, сейчас выйдет и будет улыбаться точно. Сделал там священника до инфаркта довел и выходит, знаете, как будто какой-то садамаза. То есть, торжествуя, чувствуя от этого удовольствие, что кому-то сделал больно. Поэтому здесь нужно трезвомыслящей ко всему относиться. И должна быть такая система реформирования, так сделано, чтобы можно было веру свою православную, во славу России, во славу нашего народа, исповедовать свободно, от чистого сердца, от души, не в рабстве, в которое нас посадило вот это. Такого никогда не было в Русской Православной Церкви. Это все надумано, это все выдумано, это все вот пришло нам с синодальной эпохой, когда упразднили патриаршество. Это пришло нам все с вот той рабской формой, в которой находилась церковь при Ленине и прочее, когда расстреливали за каждое слово там и прочее, все остальное. И это, да, это несомненно, но свобода нужна для того, чтобы... Когда приходили люди и говорили, что вот вы против советской власти, своим словом Божьим, да? Да. На самом деле вот такое было. Да, конечно, конечно. Мы в своих программах защищаем советское время, и Ленина в том числе защищали в определенных государственных смыслах. Дело даже не в Ленине, а были такие шизанутые ребята, которые попадали в определенные структуры, которые брали людей за то, что они... Колокольный звон, колокол ударил, приходили, я после рабочего времени... Простите, иди сюда, на тебе блокпулю, да. Такое тоже было. Поэтому я именно говорю вообще об общей такой вот свободе, которую сам Христос дает человеку и дает священнику. Поэтому должна быть свобода духовенства. Я считаю это очень важным сейчас. К этому уже пришли практически все православные церкви, такие как сербская, или, например, такие как кипрская православная церковь. Они уже к этому давно пришли. Но у нас почему-то все всегда попозже совершается. И вот уже, например, в Кипре. В Кипре все очень просто ввели. Священник имеет право подавать на своего архиерея в суд. То есть иметь адвокат, церковный суд. Адвоката и все как полагается. У нас же ты ничего не имеешь права. Тебя пнули, ты не имеешь права даже пожаловать. Просто защищать. Написано в уставе, что церковный суд это часть полномочий архиерея. То есть он там судья, прокурор в этом суде. Все. И он тебе судит. Еще жалуются на тройки. Да, да, да. Это хуже. Это двойка даже. Там тройка была. А здесь даже единица. Один архиерей. Все тебе решает твою судьбу. А ведь это разные судьбы есть у людей. Кто-то, как я, допустим, всю жизнь отдал этому служению. Кто-то, у кого-то семья большая и дети. То есть здесь должно быть здравомыслящий ко всему подход. А не так, как вот шоу Малахова в этой передаче. Ну, я считаю, что результат, конечно, каждый понял и почувствовал по-своему. Потому что я постарался так это все аргументированно сделать. Я думаю, что я своей цели добился. И меня волнуют думающие люди, которые поняли, что нельзя судить человека огульно, а нужно подойти ко всему, подумав. Малахов Орал, мы вызвали вас для того, чтобы найти истину. Какую истину среди 150 орущих глоток хочет найти Малахов? Истину разврата, которую он преподносит в несколько уже лет в нашей стране. Всякую гадость, всякую мерзость вытаскивая на людей, на их психику. Вот это вот хочет он, эту истину, что ли? Это он хочет, да. Это мы видим. Ну, это ладно. Можно, батюшка, еще пару минут? Конечно, конечно, конечно. Значит, можно было бы и сейчас закончить, но я прошу прощения, еще пару минут. Я сделал такое небольшое изыскание, значит, и мне ваше вот это вот Малаховское дело напомнило еще одно, точно такое же, не точно такое же, а очень похожее дело против архимандриката Боголевского Петра Кучера. Когда его оболгали, и когда его вот здесь же на Малаховской передаче 30 апреля 2012 года поливали грязью. И вот мне интересно, вот тогда они поливали грязью, имея в виду полить грязью именно православие, а сейчас вас, с точки зрения якобы православия, начали обвинять в еретичестве. Да-да-да, защищать православие. Что вы говорите, а, какие защитнички тут сидят. А тогда была такая мерзкая вот... Отец Петр смиренный человек, он вынес это все, и терпел. Да, и он вынес, и он просто ушел. Он тоже ушел из системы, тоже отдал этот сам. Но я, я, я оказался другим по характеру. И я им... И помоложе. Да, и помоложе. Я им это все назад отправил им с двудвоенной энергии. Они потом там бегали и кричали, мы такого еще не видели никогда. То есть они... Я понял, что нужно встать и это делать, иначе, ну, клевета победит. А так получился спор. Я задал несколько вопросов, они мне не ответили. Их ответом стала мне милиция, дурдом и прочее все остальное. А это прибежище слабых. Когда аргументов нет, то человека начинают отправлять в дурдом. Поэтому я думаю, что, я надеюсь и думаю, что я поступил правильно. Почему? Вы знаете, почему я это сделал? Я еще раз повторюсь. Мне важны умные, думающие люди, с которыми мы будем едины, с которыми мы будем вместе, с которыми будем любя Россию, любя наше Отечество, нашу Родину, стремиться к ее процветанию. Не к чиновничьему, к какому-то даже пусть церковному произволу. А к тому, чтобы Россия была во всех смыслах счастливой, великой державой. Поэтому я думаю, что беседа наша там у Малахова, этих умных, думающих людей, она подтолкнет к размышлениям. Ну, а кому шоу надо покричать? Ну, и те тоже что-то свое. Кому-то нужна духовная свобода, а кому-то нужно духовное закрепощение. Рабство. Вы знаете, все так себя вели, как будто, знаете, вот я крепостной чей-то там какого-то барина, и крепостное право никто не отменял. И они об этом вообще и не слыхали никогда. Когда я им говорил, что я человек, и я могу тоже верить так, как я хочу в рамках закона Российской Федерации, никто даже близко слушать меня не хотел. То есть я, вот я же говорю, я должен упасть, умереть под забором, и чтобы обо мне все забыли. Почему-то считают, что это вред для церкви там и прочее. Я наоборот, я никакого, никакого вреда церкви я не хочу. Не дай Бог, ни в коей мере я не хочу вреда церкви. Я наоборот хочу, чтобы она избавилась от этого вавилонских оков, от этого вавилонского плена, в который она попала за эти годы. И она могла быть свободна в своих служителях. То есть священник мог, не боясь проповедовать Слово Божие. Это кто и что считает за церковь. Да, кто и что считает. Потому что в общей массе это сознание людей. Церковь это вот храм, это вот священник там служащий и все. И больше ничего. А на самом деле, ну читайте, ребята, Евангелие. Конечно. Да. Что такое церковь. Церковь, она внутри каждого человека и внутри объединившихся людей, которые... А мы, тем более, наша православная церковь, она церковь соборная. Собор, вот именно. У нас, по идее, должен все решать собор. А собор, он не только собор архиерейский, а собор все. Миллиан. Куда все уходят и решают свои... На прошлом соборе очень хитро сделали, когда убрали всех игуменов. Да, да, да. Это очень какая-то нехорошая происходит система, но которая, я думаю, с Божьей помощью преодолеется. Я вам скажу, что происходит. Происходит приватизация русской православной церкви. Она запоздала немножко. Вот она, это вот уже, допустим, там, вот она идет сейчас этот период после смерти патриарха Алексея, вот она идет, это приватизация. Поэтому, ну, ради приватизации принимаются определенные законы в пользу не очень бедных. Ужесточения системы. Да, да, конечно. В пользу богатые приватизируют. И так власть имеют еще и все имущество. Люди у нас вообще-то в общей массе своя не глупо. Они видят, что происходит в обществе. Они видят в пользу кого все у нас происходит. Конечно. Ну, важно. Да, ну и последнее еще буквально пару слов. Я и вновь, и вновь напоминаю. Читайте Евангелие и видите там, что Христос говорит, не рабами называю вас, а друзьями своими. Поэтому будьте друзьями Божьими и будем едиными. И мне нечего будет стыдиться перед Богом, когда я перестану перед Ним на страшном суде. Я делаю то, что я делаю от совести, от чистой. Никому не пытаюсь какую-то гадость сделать. Поэтому надеюсь на вашу мудрость, понимание, на логическое мышление, на науку, которая тоже много вкладывает в это. Потому что бракобесие не всегда хорошо. И надеюсь на это взаимопонимание. Ну и поздравляю всех с наступающей Пасхой. Я тоже присоединяюсь. Спасибо и вас с наступающим праздником. Спасибо.